Что же общего у банана и у этой самой пряжи? Моцарт. Это фантазийная ленточка. Абака. Зачем ее напихали сюда? Зачем? Зато на машине получилось вот так. Ох, как мне нравятся эти образцы. Посмотрите на эту прелесть. Это очень интересная и необычная фантазийная пряжа. Пряжа полная творческого потенциала. Что общего у банана и у пряжи для вязания? Привет! Вы на канале Стоквул. Меня зовут Волкова Мария. Я автор курса «Современное материаловидение». И сегодня мы немножечко погрузимся с вами в эту удивительную науку. Я вам расскажу про очень интересную пряжу. Повяжем, постираем и узнаем все-таки, что же общего у банана и у этой самой пряжи. У меня в руках очень интересный экземпляр пряжи от фабрики Юпиби. Называется эта пряжа «Моцарт». В ее составе хлопок, лен, полиамид и, внимание, абака. Что такое абака? Зачем ее напихали сюда, в эту непонятную странную пряжу? А вот в этом названии абака и кроется тот самый банан. Дело в том, что абака – это растение, родственник банана. И из листьев этой самой абаки добывают волокно. Добывают волокно, из которого делают пеньку, а в последние времена стали делать пряжу и ткани. Зачем? Зачем делать из каких-то банановых листьев ткани и пряжу, если и так в мире полно хлопка, льна, модной конопли, модной крапивы? Зачем абаку-то сюда? Оказывается, вот оно что. Во всем мире через весь текстиль и трикотаж красной линией проходит экология. Все сейчас говорят о том, что они так сильно заботятся об окружающей среде и хотят, чтобы выращивание волокон наносило меньше вреда природе. И выискивают какие-то новые волокна, какие-то альтернативы для того, чтобы они были намного чище, чем, скажем, тот же самый хлопок. Про хлопок вы прекрасно знаете, что хлопок требует огромного количества воды. Аральское озеро вам пример. Хлопок выращивают с применением огромного количества пестицидов и гербицидов. Да-да, сам хлопок обрабатывают гербицидами для того, чтобы хлопковые коробочки мог потом собрать комбайн. Без всяких листиков, всякого, так скажем, побочного мусора. Экологи, а я бы сказала маркетологи, бьют тревогу о том, что после возделывания хлопка земля абсолютно непригодна для выращивания каких-либо других сельскохозяйственных культур, для пастбищ, что этой земле приходится очень долгие годы восстанавливаться. А в некоторых случаях это и вообще даже восстановлению не подлежит, потому что высосанная пустыня. И вот стали искать альтернативу хлопку. Напридумывали там всякие волокна из агавы, из ананасов и, боже мой, чего еще. А себестоимость этих волокон, ого-го, какая огромная. И вдруг вспомнили. Ммм, где-то на Филиппинах растет бананоподобное дерево, которое называют манила. И вспомнили, что из этой самой манилы делали очень прочные веревки. И называли их манильской пенькой. И подумали, а если мы сейчас опять поедем на Филиппины и посмотрим на количество этих деревьев, и может быть у нас получится из этой самой манильской пеньки облагородить волокно и сделать что-нибудь для ткани. Сказано, сделано. И в результате сейчас у нас есть модное волокно, которое называется абака. И, по сути, это что-то среднее между глубинным волокном и вискозой. То есть это растительное волокно, которое подвергается некой более-менее щадящей химической обработке, химической, физической обработке. И получается волокно, каким-то образом похожее на рафию, так скажем. Называется это волокно абака и делают его из дерева вот с этим названием. И сейчас волокно абака продвигают как экологически чистое. Дело в том, что на своей родине для этого бананоподобного дерева не требуется ни огромного количества воды, ни пестицидов, ни гербицидов. Оно растет само, как крапива у нас в поле, как сосны и березы в лесу. Листья и стебли этих деревьев собирают, добывают волокно, отправляют его в различные страны, где оно проходит процедуры облагораживания и получают волокно абака. Волокно абака отличается огромной прочностью. Оно дышащее, хорошо впитывает влагу и, в общем-то, по своим свойствам очень похоже на лен. Единственное, оно жестковато. Оно все-таки похоже на бумагу. Волокно абака вы можете увидеть в составе пряжи или в составе ткани под следующими названиями. Манила, манильская пенька, абака, бумага. Так как транспортировка и некие этапы обработки этого волокна все-таки остаются дороговатые, так как это волокно жестковато на ощупь, то все-таки в пряжу и в ткани абаку добавляют в небольшом количестве. Вот, к примеру, пряжа Моцарт от фабрики Юпили. Волокно абака в составе пряжи Моцарт названо как Абацель, целлюлоза из абаки. В составе всего лишь 12%. Пряжа эта фантазийная и неудивительная. Вообще, китайцы молодцы. Они захотели нам показать фактуру волокна абака для того, чтобы это волокно все свои лучшие качества проявило в трикотажном полотне. Давайте посмотрим повнимательнее на эту пряжицу. Цветовая карта Моцарт Эко. Вот состав. 24 лен, 29 хлопок, 35 полиэстер и 12 абакцель, то есть абака. Давайте посмотрим на саму ниточку. В общем-то, по карте уже понятно, что это что-то фантазийное. Видите, какая букляха-не-букляха, что-то такое голубенькое с беленькими прожилочками. Вот и сама пряжица. Смотрите, это фантазийная ленточка. Причем ленточка такая, рельса-рельса, шпалы-шпалы, но эти шпалы выкладывал очень веселый, забавный человек. Две нити-основы. Справа и слева. Они из полиэстера. И между ними хлопок в сальном желтенький. А вот эта вот беленькая, это и есть та самая ниточка абака. И если очень внимательно приглядеться, такое ощущение, что это очень-очень тонкий пергамент, калька, порезанная на тонкие ленточки и вплетенная в структуру этой нити. Сама по себе ниточка уже интересная и ее можно использовать в качестве тесенки. А можно вязать. Я, например, сейчас вяжу спицами номер 3,5 резиночку. Мне интересно посмотреть, хороша ли будет резинка из пряжи и какое будет полотно. Будет ли видно рельеф или вот эта вот фактура съест все наши лицевые и изнаночные. Еще я буду вязать руками спицами номер 6 на машине. И буду на машине вязать разными технологиями для того, чтобы показать всю красоту нашей пряжи. Смотрите, что я понавязала. Это спицами номер 6. Это спицами номер 3,5 резинка и номер 6. Резинка вот, кстати, вообще не тянется. И не сильно видно лицевые и изнаночные. То есть эта пряжа съест все рельефы, если вы захотите что-то такое красивенное сделать. Но зато на машине получилось вот так. Была взята основная нить и разными способами было связано. Первый способ. Вторым способом. И третьим способом. Саму ниточку Моцарта моя машина пятого класса отказалась вязать. Потому что она цеплялась за иголки, за колки. И каретка останавливалась прямо на середине набранных игл. Мои образцы благополучно прошли ВТО. Так как это пряжа с растительными и синтетическими волокнами, то я здесь не мудрствовала лукаво. Обратите внимание, способ выработки гребеной. Потому что любую фантазийную пряжу делают из гребенного сырья. Что я делала? Я запустила стиральную машину на программу хлопок быстрое. Этот образец я стирала с стиральным порошком, с обычным, который подходит для хлопка. Вот его товарищ. Тоже там же стирался. А этот образец я стирала вручную. И самое интересное было, сложно потом привести в порядок вот эту бахрому. Она закручивалась, ее пришлось отпаривать, чтобы она стала гладенькая и не такая помятая. Потому что после стирки она стала вот прям вот вся такая, и фактуру было не видно. Пришлось с утюгом каждую штучку разглаживать. Вы посмотрите на эту прелесть. Какие сюрпризы могут вас ожидать? Так как здесь волокна растительные и присутствуют лен и абака, это лубяные волокна, то полотно дает небольшую усадочку. Нет, оно не усадочное. И оно не будет растягивать и пружиниться после ВТО. Нет, просто это закон природы. Лубяные волокна дают усадку после стирки. Так что это нормально. Будьте к этому готовы. Постирав и повязав пряжу Моцарт, уже можно делать первые выводы. Ну, во-первых, это очень интересная и необычная фантазийная пряжа. Подходит она для простых вещей с простой конструкцией, потому что акцент будет именно на фактуре полотна. Миксовать можно с классической пряжей. Огромные возможности дает машинное вязание. Ох, как мне нравятся эти образцы. Я бы связала летний оверсайз с длинными рукавами. Такой, знаете, слегка раздолбайский и бесформенный. Обращаю внимание на цвет. Цвет лайм ходит по подиуму уже не первый год. Он является трендовым для лета 24-го года. А также цвет лайм присутствует в коллекциях осень-зима 24-25. Я думаю, что из такой фасонной пряжи вполне можно связать одежду, которую можно будет носить зимой в помещении. Это могут быть какие-то шраги, какие-то оверсайз джемпера, жилеты. Обратите внимание, если вы будете вязать плотно, ваше изделие в форме будет стабильно. Да, будет очень интересная фактура, но форма этого изделия останется стабильной. Поэтому можете вязать какие-либо интересные дизайнерские жилеты. Можете использовать эту дикую пряжу в акцентах на какие-то детали. В общем-то, пряжа полная творческого потенциала. Китайцы молодцы! О каких интересных волокнах вы еще хотите узнать? Какую пряжу разобрать нам в обзорах? Пишите в комментариях под этим видео. Ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь со Стоквул. Мы еще поедем в разные страны и будем высматривать для вас самую разную, самую интересную и дикую пряжу. А потом делать подробные обзоры. Пока!